Продолжение следует... Там, понимаете, доказательное обоснование, почему именно так. Мы много лет говорим о бедности. Вспомните, там майские указы президента 2012 года. Да, тоже борьба с бедностью, нужно решать многие-многие вопросы. 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест создать и так далее. Прошло 8 лет, июньский указ президента. Надо создать 25 миллионов рабочих мест, но теперь уже в среднем и малом бизнесе. А те это создали? Да нет. Да нет, а это же вопрос принципиальный. Почему? Потому что если нет рабочих мест, если мы не производим материальные блага, если мы не платим налоги, страна в принципе развиваться не может. Мы не можем жить все время на спекуляциях банков, жить на наших сырьевых ресурсах. Это было проявилось, когда все границы были закрыты, когда возникли огромные экономические трудности. У нас очень ловко манипулируют цифрами. В этом докладе очень четко как бы обозначено то, что правительство и чиновники, говоря о уровне благосостояния страны, пользуются абсолютно монетарным методом. Вот установили 12 130 рублей, если ты получаешь 12 129 рублей, ты бедный. А если 131 рубль, все нормально, ты свободный, не решай свои вопросы сам, и никаких проблем не возникает. Это же лукавство, абсолютное лукавство. В этом же докладе звучат такие достаточно интересные цифры. Одна треть ото всех бедных это составляют работающие граждане, те, которые работают, зарабатывают, каждый день в течение месяца ходят на работу и не могут обеспечить свою семью. У нас 70% работающих получают заработную плату не выше 4 минимальных заработных плат. 70%. А если у них, как у Бориса Борисовича, дети в семье, то по совокупному доходу получается, что они нищие. Работай, не работай, бесполезно выбраться из этой нищеты в рамках существующей социально-экономической модели. Понятие бедности, да, вот есть такая категория, сколько ты получаешь, ты бедный или не бедный, ничего подобного. Значит, там в докладе предлагаются рассмотреть несколько методов определения бедности. Это относительная бедность, когда учитываются медианные, то есть усредненные показатели дохода. Это показатели депривации. Депривация – это решение. Ну, в качестве примера привожу, да, вот семья, мама, папа получают там в рамках кожественного минимума, у них есть ребенок, которому надо послать учиться. А они не могут. Почему? Потому что за рамки этих вот минимумов оказывается стоимость учебы, лечения, отдыха, обслуживания коммунальных платежей и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта вот самая депривация, она определяет бедность человека, но в цифрах, которыми пользуется правительство, это метод относительной бедности, там об этом ничего не говорится. Это только чисто научно-исследовательские категории. А жизнь людей строится именно на этом, на потребление, на возможности получить те или иные блага. У нас, по сути дела, жилищная бедность 40% населения. Что такое жилищная бедность? Это когда на члены семьи приходят с менее 6 квадратных метров или отсутствует центральное отопление, водоснабжение и канализация. 40%! Вот когда идешь по улицам Москвы, ну, глупость полная, да, когда ты слышишь подобное там заверение, еще что-то такое. Но Россия это не Москва. Хотя надо сказать, что и здесь, на территории столицы, есть семьи, которые также являются нуждающимися. Мы не можем строить государство, опираясь на нуждающихся. Вот какова мотивация у людей, которые смотрят на то, как живут люди, принимающие решения в стране, сравнивают свой статус, социальное положение с ними. Как от этих людей рассчитывать на то, что они готовы служить интересам государства. Государство – это народ. И народ должен чувствовать свою заботу. Поэтому мы не можем спекулировать на таких категориях, как патриотизм, любовь к родине и так далее, и так далее, для того, чтобы выжимать последние соки из людей. Говоря о работающих граждан, да, то есть нужно иметь в виду, что основная проблема у нас в стране – это не безработица. Безработица у нас там среднестатистическая такая же, как и в других государствах, и мы успешно с ней боремся. Есть еще такая категория, которая также в данном докладе обозначена – это неустойчивая занятость. Вы все прекрасно знаете, да, что у нас огромное количество людей трудится, при этом не имеет трудовых договоров, при этом не имеет никакого социального пакета, при этом при поступлении на работу пишут заявление об увольнении с открытой датой, это распространено не только там где-то на предприятиях, это и в экзостроственной службе часто используется. То есть, по сути дела, у людей нет перспектив, то есть эмоционально это очень тяжело воспринимается, потому что любой сбой в системе приводит к тому, что человек лишается работы и тут же переходит в категорию бедных. Почему я активно симпатизирую идеям этого доклада, являясь одним из профсоюзных лидеров, ну, наверное, не лидеров, а функционеров, не лидеров пусть другие определяют. Там чрезвычайно важное значение уделяется роли профсоюзов в решении проблемы бедности. Такая фраза, которая там разручала, что чем больше профсоюзов, тем больше социализма. Это действительно так. К сожалению, сами профсоюзы сейчас в основе своей, представляя там структурами ФНПР, официальных профсоюзов так называемых, да, они стали заложниками ситуации. Они тоже такие же бизнесмены, у них такие же есть свои предприятия, у них есть собственность на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Они никак не мотивированы в том, чтобы реально бороться за интересы трудящихся, иначе собственность потеряешь. Без независимого статуса профсоюзов изменить отношения в сфере капитала невозможно. Только сильные профсоюзы дают возможность добиться того, чтобы заработная плата позволяла жить самому, обеспечивать развитие всей своей семьи, своих детей. Для этого профсоюзы должны стать, по сути дела, той структурой, которая повышает демократию капитала. Там в докладе целый ряд предложений, каким образом это реализовать. У нас на сегодняшний день в рамках Трудового кодекса, в рамках закона о профсоюзах, по сути дела, у профсоюзов отурованы все лапки и крылышки, что называется. Почему? Потому что для того, чтобы объявить забастовку, ты не в состоянии пройти все процедуры законные, которые позволяют это легитимно организовать. Основная масса забастовок, которые проходят на территории Российской Федерации, они все незаконны. Где-то на это закрывают глаза, где-то привлекают к ответственности. Огромная армия профсоюзных лидеров несут административную и уголовную ответственность за это. То есть, по сути дела, защищая интересы людей, ты тут же вступаешь в конфликт за государством. По сути дела, с той самой социально-экономической моделью, которая сейчас существует. Поэтому, не изменив ее, мы не решим проблему бедности. Не решив проблему бедности, говорить о развитии страны в принципе бессмысленно. Поэтому, пожалуй, так.